Матвей, 6 глава, которую мы давно уже изучаем. Я прочитала с 19 стиха до конца. Я удивилась, что до конца Иисус говорил только об нашей взаимоотношении с деньгами. Иисус говорит о том, какое отношение у нас должно быть с деньгами. Потому что мы уже долго состряли на Матвее, 6 глава, с 19 по 21. И я говорю, Боже, я уже хочу закончить, я уже хочу перейти к следующим стихам. И перешла. И перешла, оказывается, что перейти невозможно. Все об одном и том же. И вы знаете, мои глаза открылись. Ну, это так тронуло меня, что столько Бог говорил об отношении к деньгам. И насколько Бог, знаете, взял время, потратил достаточно время для того, чтобы у нас было здоровье, нормальное понимание о том, как мы должны относиться к материальным вещам. Но у меня классный, у Бога, классная тема сегодня. Знаете, какая? Не знаете. Я вам скажу. Тема. Нормально быть богатым. Вам нравится? Да. Поверните к соседу. Вот так. Скажи, брат, нормально быть богатым. Сестра пойдет. Аминь. И давайте будем читать усыновленное местописание наше. Матвей, 6 глава, с 19 по 20. Оно у меня есть, спасибо, я позаботилась. Пас уже написал книгу, аналитическая книга. Я стала думать чуть-чуть. Матвей, 6 глава, с 19 стиха. И я бы вообще хотела, чтобы мы читали до конца, хотя мы не будем разбирать до конца, чтобы подтвердить то, что я только вам говорила. Матвей, 6 глава, с 19 стиха до конца. Не собирайте себе сокровища на земле, где мол и лжа истребляют, и где воры подкапивают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни мол, ни лжа не истребляют, и где воры не подкапивают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. 22. 22. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. То есть 22-й, 23-й говорит о том, как мы видим, как мы понимаем вашу жизнь, как мы понимаем материальные вещи. Если мы понимаем искривленное, тогда вся наша жизнь вот так будет. А потом 24-й стих говорит, никто не может служить двум господам. В основном мы тоже знаем, что это идет о Боге и о богатстве, материальном богатстве. Ибо, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не может служить Богу и мамоне. 25 стих. Иисус говорит, поэтому я говорю вам, не заботись. Помните, когда Он говорит, не собирайте себе сокровища, да? И вот 25 стих. Он говорит, поэтому я говорю вам, не заботись для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего. Во что одеться? Душа не больше ли пищи, и тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо лилюще их. Опять же, отношение к деньгам, к имуществу, к нуждам нашим. 27 стих. Да, и кто из вас, заботясь, может прибавить к себе росту, хотя на один миллиметр? И об одежде, что заботись, посмотрите на полеви лили, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Представьте. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коми паче вас мало верны. И так, не заботитесь и не говорите, что нам есть. Потому что Иисус в 19 стихе говорит, не собирайте себе сокровища. И сразу вопрос, хорошо, если не собирать, ага. Как быть, что есть, что пить? А Иисус говорит, не заботитесь и даже не говорите. Кто-то меня слышит сегодня? Бог запрещает нам говорить негатив. А как мне быть? Очень много женщин остаются в злоупотребленном отношении, в ужасном отношении. В общем, много женщин, жены остаются жить с мужами, которые надругаются над ними, которые бьют их, которые говорят ужасно, обижают их. Потому что они говорят, а куда же я пойду? Как же я буду кушать без него? А что же будет с моим ребенком без него? Бог говорит, не говорите, я есть. Я есть. Много из нас, мы находимся в нездоровом отношении, уже даже не семейном отношении. На работе, еще где-то. Потому что мы говорим, а как быть? А как я выживу? А как? Мы думаем об этом, и мы говорим это. Библия говорит, что не заботитесь. И даже запрещаю вам говорить. Человек, который понимает Божья думка, Божьи мысли, о финансах, о силе Божьей обеспечивать, он никогда не будет говорить негатив. Я считала сегодня в одной книге. Это человек, пастор. И когда сын подошел, ну, душка в этот раз была, и когда душка подошла к нему и говорит, папа, смотри, в той семье у них что-то есть, то, чего у нас нет. Ну, скажем, да, но у них были автомобили, что же можно... Давайте сейчас скажем, что она говорит, папа, смотри, в той семье они каждый год едут за границу на Одих. И папа отвечает ей, мы тоже скоро будем ездить на Одих, но только постоянно молись об этом. Вы понимаете? Папа не позволял, чтобы негативные слова выходили. Вот этот вызов, он превратил его в позитив. Если мы возьмем автомобиль, ребенок подошел к отцу, вот, у этих есть машина, у нас нет. Папа не говорит, замочи, да? Папа не... Ну, он говорит, у нас будет, Бог обеспечивает, у нас тоже Бог даст скоро, но он всегда заканчивает. Это уже душка, ну, рассказывает, да, наследие от отца. Но он говорит, но папа всегда говорит, ты просто молись об этом постоянно, молись об этом постоянно. Я чувствую, что Бог служит нам сегодня, он говорит, даже не говори, даже не говори, как же я буду жить, как буду. Когда мы так говорим, мы уменьшаем силу Божию, мы оскорбляем Бога. Я в прошлый раз вам говорила, что если я с Африки, до сегодня живу, вы долго жить будете. Потому что вы не родились в Африке. Если даже я, которая родила в Африке, Бог заботится обо мне, у вас проблем нет и быть не может. И так, не заботитесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имейте нужду во всем этом. Когда Иисус говорит в 19 стеке, не собирайте сокровища. Вы думаете, что Он не знает, что надо кушать? Вы думаете, что Он не знает, что надо одеться? Он знает. Знаете, иногда, когда Бог что-то требует от нас, или когда наши лидеры что-то требуют от нас, у нас такое, знаете, извращенное понимание, что они ничего не понимают. Понимаете? Типа у них все хорошо. Мы говорим, сытый голодному не поймет. Мы думаем, что лидер... Как правильно? Сытый голодному не верит. И вот, в основном, это наши отношения. Когда наши лидеры качают нас, когда наши лидеры что-то требуют от нас, мы обижаемся. Он еще требует. Он не видит. Мы обижаемся. Мы думаем, что, да, у тебя хорошо. Ты же паста церкви. Вокруг тебя же охранники. Ого! Да, можешь так говорить. Вот давайте, вот, Иисус и мы. Иисус – Сын Божий. Иисус – много учеников. Может делать чудеса и знамения. Да, тебе легко сказать. Да, конечно. Захожешь, кушаешь. Подойдешь к берегу, да? Поймешь любую рыбу. И там еще деньги будут. А я? А я как будет? Захожешь, Сын. Умножишь пять хлебов. Два рыб, да? Решишь проблемы своей семьи. А я? Да, типа, пусть каждый решает свои проблемы, как он может. Знаете? Давайте будем верить Богу. Он знает, он не тупой, он не сумасшедший. Когда он говорит, не заботись. Когда он говорит женам, подчиняйте мужу. Мужа говорит, да, тебе легко. Ты моего мужа не знаешь. А Бог твоего мужа знает. Даже до тебя. Ты поздно пришла. Видел бы то, что было до этого. Понимаете? У нас же было правильное понимание Слова Божьего. Ищите же прежде садство Божие и правде его. И это все приложится вам. И так не заботитесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботе. Я убедила вас, что все это местописание об отношении с земным богатством и с Богом. Правда же? Окей. Все, мы тогда продолжаем. Я говорила, что нормально быть богатым. Нормально быть богатым. Иисус, вот, и мы разбирали много недель, да, по четвергам, что Иисус говорит, не собирайтесь. Иисус доказал нам, почему не стоит собирать богатство здесь. Потому что они гниют. Потому что вори нет гарантии. Мы не сможем все равно, в конце концов, с ними делать. Они дают нам ложную надежду. И вот сегодня, чтобы закрыть и чтобы принести полный баланс до того, как мы пойдем дальше, я хочу сказать, что Иисус, говоря, что не собирайте богатство, сокровища для себя на земле, не имеет в виду, что нам запрещено быть богатым. Я подобное местописание объяснила в воскресенье. Кто был на служении в воскресенье? Хорошо. Давайте, кого не было. Вот. Мои люди избирательно ходят. Кто по четвергам, меня любит, а кто по воскресенье? Тоже ничего, выживем. Да. Как раз в воскресенье я объяснила подобное местописание, которое люди плохо понимают. Это Солом, 14 глава, 5 стих, где написано, что кто поднимется на гору Божьему. И там написано, кто серебро не дает в рост. Помните? И многие верующие берут это местописание и говорят, видите, нельзя заниматься бизнесом, нельзя заниматься инвестицией, это грек, это грек, это грек. И я объяснила в воскресенье, что Бог, когда Он дал это постановление, Он дал израильтянам. И в основном, в основном, это по отношению к бедному. Бог дал это постановление как защиту малоимущих людей. Как защита, как существенная защита. Но когда речь идет о тоговле, когда речь идет о кормеции, когда речь идет о денежной экономике, есть инструменты, есть то, как можно умножать деньги. Потом я и в воскресенье говорила, что Матвей, 25 глава, помните, притчи о разных талантах. Пять, два и один. Да? Вы со мной? Потому что если мы просто возьмем одну сторону, что нельзя, я как верующий, не, 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 я хлеб мой насущный, дай мне на той день. Даже если я увижу возможность, я не буду, потому что Бог против. Тогда как нам объяснил с вами Матвей, 25 глава, когда Бог ругал человека, кому он дал один талант, и он с ним ничего не делал, и сам Бог говорит, что хорошо, если ты уже решишь, что ты ничего не будешь делать, почему ты тогда не отдал тогующим, и я пришел бы и получил его с прибылью. Кто-то со мной сегодня. Очень важно, чтобы наши ока были чисты, ну, глаза. Очень важно, чтобы мы имели аналитическое мышление. Очень важно, чтобы мы копали в слове, чтобы мы знали, когда нам нельзя, и когда нам можно. Когда нам нельзя, жизнь состоится в том, чтобы мы знали, как выбрать добро и благо. Если мы просто возьмем одни вещи и говорим, что плохо, всегда оно плохо, оно не всегда так. Допустим, если мы возьмем секс, есть группа верующих людей, которые говорят, что секс плохо. Плохой, да? Плох. Плох. Или плохой. Нет. Все супер. Великолепно. Только в рамке семьи. Бог запрещает секса. Нет. Ты что, как? Дима, представь себе. Ты же... Как? Нет. Гуляй, душа моя, сколько хочешь, но в рамке семьи. Кто-то со мной сегодня. Хочешь сына секс, возьми ответственность за девушку. Пробитай квартиру, пробитай машину, корми ее хорошо, задерживай ее хорошо и живи. Сестры, я правду говорю. Живи и положи блага савине и отрабатывай свою сексуальную жизнь. Спасибо, Саша. А девушка тоже секс великолепный. Что нужно для этого? Подчиняйся мужу. Будь покорной, утешай, служи, попишите на доме и пожалуйста. Все в рамке семьи. Вы понимаете, у нас баланс должен быть. Аминь. И в Библии все о балансе. Если мы просто одну сторону себе, мы разрушим себе, мы разрушим других. Окей. Итак, нормально быть богатым. Бог не запрещает нам иметь собственное, как мы говорим, имущество. право собственности. Бог не запрещает. Даже, по-моему, последние заповеди из десяти. По-моему, это то, что не завидовало, да? Имущество. О чем это говорит? Это говорит, что у соседа будет собственность. И радуйся только соседам. То есть, Бог дает нам право иметь собственность. Он рад, Он счастлив. И Он еще так делает, так, чтобы тебя не завидовали. и небо помогает им быстрее стать богатыми. И то прочное богатство, чем люди, которые это делают, нарушая все правила, которые есть на земле. Бог не против, чтобы у нас было сбережение. Когда мы сберегаем деньги на образование, когда мы сберегаем деньги, чтобы купить квартиру, потому что нам нужно, когда мы сберегаем деньги, чтобы купить машину или еще что-то другое, Бог не против. Никак не против. Бог не против, когда мы инвестируем хорошо, чтобы иметь прибыль, я уже говорила об этом. Бог не против, чтобы у нас была страховка. Бог не против, чтобы у нас были хорошие вещи. Давайте откроем с вами битье. 41 глава, битье 41 глава, и будем считать с 33 стиха по 36 стих. Битье 41, 33 по 36. Вот такие слова мы видим. И ныне, говорит Иосиф, и ныне, да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетской. Да повелит фараон поставить над землею назирателей и забрать в семь лет и забили пятую часть земли египетской. То есть 20 процентов. Но для этого нужно разумный и мудрый человек. Разумный и мудрый человек. Бить верующим это не значит быть тупим. Тебе нравится, да? Мне тоже. И будет это пища. У вас Библия есть? Что там написано? И будет это пища что? Запас. Вы не говорите уверенно. Такое впечатление, что вам не нравится этот. И будет это пища запас для земли на семь лет голода. Скажите, Бог, чтобы мы имели как мы говорим взор на предвиденность, да? Да. Предвидели будущее. Бог хочет или нет? Особенно когда Он уже открывает нам. Найди мудрого и разумного человека. И пусть Он отлаживает 20% в запас. Мы по-другому его называем в черный день. Потому что? Да, в черные дни. Потому что всегда будет фаза в жизни человека. Будет фаза изобилие и будет фаза неизобилие. И когда у нас будет изобилие, Бог такой хороший Бог. Даже посмотрите это сон, который он показал фараон. Сначала изобилие, а потом голодь. Чтобы мы жили. Он не хочет уничтожить нас. Сначала изобилие и дает нам время в запас. Сколько раз люди мне говорили если бы я знал у меня столько возможностей были. Вам тоже говорили, да? Люди говорили, что если бы я знал когда у меня были деньги сейчас когда у нас есть деньги Бог хочет чтобы мы подумали о запасе. так написано в Библии даби земля не погибла от голода. Даби земля не погибла от голода. Чтобы мы не умерли во время испытаний. Чтобы мы не умерли во время искушений. Бог всегда дает время благодать. Чтобы мы накопляли и брали оттуда. Церковь Бог против чтобы мы были богатыми. Церковь Бог против чтобы мы думали о будущем. Бог не против. Абсолютно Он не против. И мы всегда аналитические мышцы думают что будет завтра как будет завтра живет опережает время. и готовится к будущему. Тоже битие 13 глава 2 стих. Там речь идет об Аврааме и там написано и был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. Правда церковь? Написано и тоже сами Авраам мы знаем как друг Бога. Есть такой? То есть друзья Бога они всегда богатые. Не написано это мое сопоставление. Материальные имущества они могут быть огромными благословениями если мы не ставим их как цели своей жизни. как раз они могут быть благословениями только в этом случае. Когда мы делаем их целью жизни они теряют всякие наслаждения они теряют всякий блеск но когда они приходят как благословение от Бога тогда оно обогашает и печали собой не приносит. Аминь? Аминь. Вот. И для того чтобы деньги не господствовали над нами но чтобы мы господствовали над ними мы должны всегда жить с осознанием что все принадлежит Богу. Подумайте 30 секунд о всем что у вас есть. посмотрите свою комнату посмотрите ну не прямо смотреть то есть воображение посмотрите ваш бизнес ваш кошелек ваши сбережения и согласитесь что это не ваше посмотрите на самое любимое платье посмотрите на самое любимое украшение и согласитесь что это не ваше на позывание. И в любое время Бог может забрать. И когда хозяин собирает свои вещи, мы же не жалуемся. Он забрал то, что ему принадлежит. Когда мы что-то на позывание, может быть, я взяла у Вероника какой-то, не знаю, что я могу одожить. Ноутбук. И когда я возвращаю, наоборот, я возвращаюсь с благоданностью, насколько я понимаю. Я же не говорю, ну, возьми. Я же так не делаю. Наоборот, говорю, о, спасибо, спасибо, что ты, да, мне, ну, использовал из благоданности, спасибо большое. И стараюсь даже так, ну, качественно, в лучшем виде возвращать все то, что у нас есть. Мы должны быть в состоянии расстаться с любимым. С любимым. С любимым. Вы понимаете? С любимым. И с нашим имуществом прямо сейчас. Вот именно тот человек по-настоящему богатый. То есть, богатство не контролирует нами, а мы контролируем богатство. Мы можем это дать, это дать. Мое сердце там нет. Не переживаю, потому что у меня есть отец, у меня есть бог, который одевает лилии полевые. Вы, наверное, пережили свои жизни, да? Что вам пришлось, как знак послушания Богу, вы благословили людей, или вы делали пожертвования в церкви. Может быть, пять лет назад. И сейчас у вас лучшие вещи. И сейчас вы даже особо и не помните, что вы пожертвовали большую сумму. Почему? Потому что вы не страдаете. То есть, вы не страдаете. Иногда я думаю, Боже мой, за свою жизнь сколько я Богу уже дал. И я не чувствую. Настоящий богатый человек. Это человек, который готов сейчас, сегодня расстаться с так называемым богатством. Потому что он все равно расстанется. Но лучше осознанно расстаться, чем вынужден расстаться. Больнее, когда вынуждены расстаться. Второе. То, что помогает нам быть богатыми. Так, как Бог хочет. Богатый, но чтобы богатство не руководило нами. Это у нас всегда должно быть благоданное сердце. Благоданное сердце. Благодари Бога за то, что у тебя машина. Не говори, эта машина опять поломалась. Ну, подари соседу, походи чуть-чуть пешком. Ну, какая проблема? Она, знаете, она меня надоела. Ничего. Подари соседу. У нас всегда должна быть благоданная сердца. Настоящий богатый человек – это благоданный человек. Он благоданен, когда все идет хорошо, как ему нравится. И он благоданен, когда все не идет хорошо. Это настоящий богатый человек. И он с благодарностью пользуется то, что у него есть. Он не транжирует. Он ценит то, что у него есть. И он поддерживает его в хорошем состоянии, потому что это не его. Помните первый пункт? Все то, что у меня есть, это не мое. Поэтому такое выражение, что хочу и делаю, не подходит. Даже то, как вы водите в вашу машину, должен показать почтение Богу. Если Бог вам даст свою машину, как вы будете водить Божью машину? знаете как люди водят машину что случилось но что случилось человек спеши да дай бог тебя он успел попасть рай вы понимаете то даже как мы вводим машину то как мы мне нравится крестьянская традиция что когда есть еда на столе до сначала молишься это благодарна и сердце но вы знаете вы знаете ли сыне ты знаешь сейчас мало людей молятся перед едой макдрайв я так голодный в кота со мной сегодня во всем отношении во всем отношении благодарное сердце благодарность если спасет нас от того чтобы мы не чтобы мы жаловали благодарность сердце меньше жалится он всегда видит за что бога благодарить и благодарность сердце опять напоминает нас что это богатство не наше это божье богатство третий пункт это похоже на то что я говорила в прошлый раз чтобы у нас не было слишком эстравагантную жизни вот сейчас это то что богатый человек зная как отличать желание от нужды желание от нужд есть разница или нет скажите что больше желание или нужд мы все хотим ездить по всему миру сейчас у меня тоже есть это желание путешествовать посещать каждую страну но это желание хай себе отдыхает успею сделаю не успею это не главный сел моей жизни потому что ну а что посещу все страны мира а если я не исполню больше предназначение есть желание есть нужды и богатый человек постоянно различает и дает припочтение нужды и все остальное приложится аминь богатый человек верующий богатый человек как бог хочет дисциплинируя себе чтобы тратить меньше чем он зарабатывает богатый человек это человек который тратить меньше чем он зарабатывает и последний что у меня здесь богатый человек это человек который дает жертвы на богу я сегодня четверг я воскресенье попала в концу общение с пастором и там один бизнесмен выступал он задавал вопросы бизнесмену типа вот если ты бизнесмен и он задавал вопрос говорит кто из нас бизнесменов да когда когда кто-то из нас бизнесменов последний раз пожертвовал тысячу долларов и никто не отвечал то есть мы как бизнесмен и мы даже не умеем жертвовать мы даем богу чай веке до чай веке чай веке да мы даем богу чай веке чай веке а тратим тысячу долларов на машину даже если машина сломается для нас это не проблема это же мне же на работу мне же и если надо на образование ну образование а богу как на маршрутку сколько стоит маршрутку столько и это сам он задавал вопросы бизнесменов бизнесменов то есть бизнесмены люди кого бог благословил даже не умеют жертвенно давать богу настоящий богатый человек боги осознает что именно бог даете ему силу пробрести богатство и он жертвует жертвенно кто-то из вас помните когда соломон я в основном сейчас говорю бизнесмене финансистов вот но мы тоже будем там да аминь а помните когда соломон осветил храм боже мой стоком пожертвовали эти сесса жене помните очень много то есть ему было ничего есть и для бога он же помнить уже помнить пошли как он получил царство помните чуть-чуть до смерти давида хотя хотели хитрым образом поставить другого помните уже помнить больше как он появился на земле он как результат блюда и притом бог явил такую милость к нему и сейчас он будет считать деньги да сейчас сейчас он будет играет слишком много ну а не много циквы столько не надо это много за один раз много много окей поняла выше помните тему наши вы еще хотите быть богатыми бог абсолютно не против чтобы мы были богатыми если мы будем служить ему богатству наши если мы будем жить потому что написано в притче 3 глава с 9 по 10 ст шти господа хоть имени твоего не от чужого бог никогда не требует чтобы мы пошли к соседу украли и принесли ему никогда он не такой он нормальный он порядочный речь идет о тебе 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 у тебя и шти господа от имени твоего и от начатка всех прибитков твоих и наполнится жидности твои до избитка и точила твои будут переливаться новым вином когда мы имеем почтительное отношение к богу по отношению к деньгам но если я дожила вам до 100 долларов и если вы вас ну до того как я дожила понятно что все верующие уже платили десяти ну правда же но когда вы мне возвращаете я еще плачу десяти ну почему потому что я знаю что вы могли не вернуть а я с этим делаем ничего не смогу мы же верующие то заявление напишем и или что голову ну поэтому в знак благодарности что вернули я всегда даю бог я понимаю что я могу его потерять и что я буду делать ну потому что человек который осознает что все принадлежит богу человек который имеет благоданное сердце человек который умеет отличать желание от нужды человек который умеет жертвенно жертвовать богу это настоящий богатый человек это человек кого бокс сильно будет использоваться это человек кова боку будет доверять больше богатства вот поэтому давайте будем молиться чтобы бог дано благодать всегда быть благодарными Субтитры подогнал «Симон»